Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике разберемся, чем же новый MacBook Pro 2020 года 13 лучше, чем предыдущая версия 2019 года. Это топ-10 главных отличий от предыдущего года. Итак, поехали! Сразу хочу оговориться, что в данном ролике мы будем обсуждать именно старшую модель MacBook Pro, не базовую, потому что базовая это, по сути, плюс-минус та же 2019 года 13, которые просто поменяли клавиатуру. Основные изменения коснулись именно старших моделей, поэтому будем говорить конкретно про них. Итак, 10 место это возможность увеличить объем внутреннего накопителя SSD до 4 терабайт. В 2019 году мы могли апнуться только до 2 терабайт, и это довольно круто. Кому всегда не хватало памяти, кто всегда хотел иметь максимально много памяти внутри небольшого корпуса, это достаточно хорошее обновление, я считаю. Итак, 9 место это, по заверениям Apple, они обновили вот эти вот небольшие динамики на тренажке. Собственно, они получили поддержку Dolby Atmos и стали звучать лучше, чем предыдущее поколение, которое стояло в 2019 году. И номер 8 у нас это то, что вы можете, наконец-таки, если вам это когда-то было нужно, подключать дисплей сюда аж до 6К. В предыдущей версии 2019 года вы могли подключить только до 5К, правда ужас, кошмар какой был. Вот сейчас вы, наконец-то, можете подключить до 6К, и это означает, что вы можете подключить новый Apple XDR дисплей, и вот этот вот нереальный вот эту вот мощь, можете воткнуть ее себе сюда в тренажку. Собственно, вот восьмое место. Итак, седьмое место. Я думаю, данное место заценят звукари, либо те люди, которые работают с большим объемом данных, которые должны хранить в оперативной памяти. Собственно, опять же, через сайт Apple.com вы можете создать себе кастерную версию с 32 гигабайтами оперативной памяти, что, опять же, очень круто, потому что вы можете в довольно портативный компьютер встроить такой большой объем. Итак, шестое место. И это то, что теперь у вас есть возможность купить объем памяти больше за ту же цену, что раньше. Теперь нет никаких 128 жалких гигабайт. Начальная версия начинается именно с 256 гигабайт, что, я считаю, очень круто. Но, опять же, я не советую ее брать, потому что это старая версия, это старый MacBook. Но, собственно, круто то, что они, наконец-таки, избавились от 128 гигабайт в базе, и 256 уже такой нижний порог, стандарт. Итак, пятое место. На пятом месте у нас небольшие обновления клавиатуры. Это то, что отдельно теперь у нас есть клавиша Escape, а также клавиша Touch ID. Она теперь более так разделена, она тоже отдельная, она нажимается. Собственно, это Apple должна, я считаю, было сделать еще в самом начале, перед тем, как выпустить модель с Touch ID, блин, потому что, ну какого черта? Это было супер неудобно пользоваться Escape именно, когда он был вот здесь в Touch ID. Сейчас это отдельная кнопочка, как это должно быть. Все-таки MacBook имеет, черт возьми, приставку Pro, правильно? И делать такие вещи, такие клавиши, как Escape, как-то вот в Touch Bar, это несерьезно было. И я считаю, это крутое обновление. Наконец-то они сделали так же, как MacBook Pro 16, 19-го года. Они теперь сделали то же самое здесь. Итак, четвертое место. Вы чувствуете, мы уже подбираемся вот к этому самому главному вот зерну, вот именно почему надо брать именно вот эту вот модель 2020-го года. Четвертое место. Это то, что в данном MacBook'е, наконец-таки, наконец-таки. Вы прикиньте, сколько уже лет прошло, сколько существует DDR4 память на рынке, да? Уже просто сотни лет, сотни веков она есть. А в этом MacBook'е она появилась только в этом году, представляете? Только в этом. И только в этой версии, опять же. То есть в базовой версии вы не получите DDR4, вы получите старую DDR3. Но мало того, что тут DDR4 уже стоит, она еще и с повышенными частотами. Если базовая версия, а также версии 2019-го года у нас шли с 2133 МГц, то вот эта версия идет уже с 3733 МГц. Как вам такое, а? Причем это даже больше, чем в MacBook'е Pro 16 2019-го года, прикиньте. Вот так вот. MacBook'е Pro 13 дал по шапке 16-дюймовому, сказал, эй, а где у тебя частоты такие же, как у меня, крутые, а? Где они? А они, скорее всего, в ноябре 2020-го или что-то в этом роде, если Apple все-таки выпустит. Либо они уже окончательно как-то попробуют перейти на ARM-процессоры. Ну, посмотрим, что там будет. Скорее всего, выйдет MacBook Pro 16 2020-го года еще на Intel-процессоры. Так что именно в плане оперативной памяти в данном MacBook'е очень неплохо сделали скачок с предыдущего года. Но, конечно же, база опять осталась неизменной. Это все тоже 2019 год. И, наконец, третье место. Это обновленная графика Intel Iris Plus. Это встроенная графика в процессор. И именно это является камнем преткновения, почему люди не берут 13-дюймовый MacBook, потому что здесь нет дискретной графики. Но главный плюс это то, что она стала мощнее, чем предыдущая. Она стала мощнее на 80%, по крайней мере, по заявлениям Apple. Сюда вы, опять же, можете благодаря этому втыкать 6K-монитор. Я считаю это достаточно таким важным обновлением, потому что это встроенная графика, другой у вас здесь не будет. Ну, если вы, конечно, не купите себе отдельную EGPU-шку, да, но все же покупать EGPU-у это не каждый будет, не каждому это нужно, а иметь встроенную графику хорошую, которая будет все ворочать достаточно быстро, приятно. Понятно, что не на том же уровне, который 16 в MacBook, но мы и не говорим о нем, потому что это немножко другого целенаправления MacBook совершенно. А в 13-шке иметь хорошую обновленную графику, это всегда хорошо. Итак, второе место. Это новый процессор 10-го поколения. Наконец-таки 10-е поколение Intel. Уже невозможно, уже это 8-е, вот эти 14 нанометров, уже просто песок с них сыпется. Наконец-таки 10 нанометров. Увеличенная мощность, улучшенное энергопотребление. Поэтому, опять же, советую брать именно эту версию. Базовый нет у 10-го поколения. Соответственно, нету новой графики. Нету вот этого всего нового, свежего. Вы не почувствуете этого. Ну и, наконец-таки, мы подобрались к первому месту. Несмотря на все эти улучшения спецификации, процессора, память, частот и прочего, здесь, наконец-таки, поменяли клавиатуру. Теперь это не бабочка, а это ножницы. Мы вернулись к тому, с чего начинали, собственно. Apple поняла, наконец-таки, что клавиатура-бабочка – это хренотень полнейшая, которая будет мучить их еще очень много лет. Им придется постоянно по гарантии менять людям макбуки. И она пришла к тому, что пора, наконец-таки, от этого избавиться и вернуть тот старый механизм. Но все же это не совсем прям тот старый механизм. Он обновленный, он меньше. Эта клавиатура более такая плотная и плоская, чем те предыдущие клавиатуры. Но все же не такая прям плотненькая и четенькая, как Butterfly. Ну, а что мы получаем? Здесь, наконец-таки, мы избавляемся от проблемы с тем, что западают клавиши из-за того, что там, не знаю, попала какая-то пыль, соринка, крошки, если вы любите есть над макбуком. Здесь, наконец-таки, проблемы не будет, по заверению Apple. Конечно же, время покажет, но данную клавиатуру поставили еще в MacBook Pro 16. И, судя по отзывам, с ней более-менее все хорошо. Поэтому, чем вам не первое место? Потому что, я знаю, очень много людей боялось покупать MacBook Pro 13, потому что покупка довольно-таки все же дорогая. Особенно учитывая то, что есть определенная категория людей, которая берет MacBook Pro, да и вообще такую технику с серого рынка, да, то есть без какой-либо гарантии, без какой-либо возможности потом его поменять. Соответственно, вы купили себе такой MacBook, раз, попользовались, там, не знаю, бутер съели над ним, там, крошки попали, и все, клавиатура залипла, и у вас уже проблема. Либо она просто со временем начинает сама залипать, из-за того, что туда естественным образом попадают пыль, крошки, соринки. Это нормально. И у вас как бы на ровном месте начинается проблема вот с клавиатурой. Здесь этих проблем уже быть не должно. Это новая клавиатура абсолютно. Ее уже зафиксили, так сказать, как могли. Вот такой вот у нас топ-10 получился. Отличие основных MacBook Pro 2020 года, именно в топовой комплектации, в отличие от предыдущего. Конечно, вот эти вот некоторые пункты из этого топа можно было бы объединить, но мне хотелось о каждой вот этой вот изменении рассказать поподробнее, остановиться. Ну и чтобы было, знаете, красиво. Топ-10. Why not? Топ-10 же. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на данный канал, если хотите, если не хотите, не подписывайтесь. Здесь, скорее всего, будут выходить в дальнейшем ролики про MacBook, про Apple, про macOS, а также, может быть, что-нибудь еще я добавлю. Поэтому, кому интересно, обязательно жмякайте лайчик, подписочку, колокольчик, если хотите. Если не хотите, вообще этого все не делайте. Можете просто так вбивать меня в поиски и находить. Ну и увидимся в следующем ролике. Пока.